Девушки отдыхают 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 против ничьей. Я не ожидал, что дело дойдет до тайбрейка. То, что сделал Карлсон в 12-й партии, остается тайной, покрытой мраком. То есть не ясно, почему он вообще отказался от какой-либо борьбы, имея белые фигуры. Есть только одно объяснение. То, что Магнус не чувствовал в себе уверенности. На тайбрейке у Карякина больше шансов, чем в классике. Но в целом все решится в один день. И с какой ноги встанут в этот день гроссмейстеры, будет ясно в среду. После 12-ти основных партий матча в Нью-Йорке счет равный 6-6. Комментарии соперников к заключительной классической встрече были столь же непродолжительными, как и сама встреча. И чемпион мира, и претендент уже настраиваются на предстоящий тайбрейк. Как минимум состоится 4 партии по быстрым шахматам. В случае равенства гроссмейстеры сыграют в Блиц. По итогам жеребьевки, Сергей Карякин борьбу за корону на тайбрейке начнет белыми фигурами. Ясно, что это будет очень тяжелый день. В любом случае, я уже считаю, что выступил хорошо. Но, конечно, это не значит, что я тайбрейк буду играть в полстилы. Наоборот, это шанс моей жизни практически. Я буду очень сильно стараться. Норвежский шахматист опасается Сергея, что белым цветом он не пошел ни в какой риск. И он нервничает. И, как я уже говорил до этого, у нас есть психологическое преимущество. Сейчас главное воспользоваться выходным и максимально отдохнуть и выспаться. Сейчас важно не тренироваться, очистить голову, чтобы будет война нервов. Прямо сейчас приступаем к разбору партии, которую сыграли Корякин и Карлсон. Сергей, ну опять никакого дебютного разнообразия. Опять испанское начало. Почему? Да, ну так уж получилось, что соперники действительно в испанской партии держат оборону черными. И раз уж белые ничего не предъявляют, раз уж не получается белыми получить перевес, то, соответственно, со стороны черных нет никакого резона сходить с проверенного пути. Давайте посмотрим, что это было. До поры до времени соперники повторяли ход одной из партий, которая уже была ранее. Это так называемый берлинский вариант. Один из самых надежных по современной теории. И новинка, какая-то локальная новинка для этого матча произошла на 10-м ходу. Вот здесь Магнус отводил ладью на Е2, а в 12-й партии отвел еще дальше. В принципе, вот это хорошо известное продолжение. И вот здесь закрадывались уже такие сомнения, а состоится ли партия, состоится ли полнокровная борьба. Магнус в какой-то степени обнадежил всех нас, когда вот здесь вместо обычного развития коня на Д2, после чего, кстати, практически все партии завершались миром, сыграл конь А3. И вот теперь возникла идея прыжка белого коня на Б5. Но Сергей достаточно резонно укоротил белого коня. И, что очень важно, через пару ходов он разменял белопольных слонов на поле Ф5. Вот здесь, в принципе, для профессионалов уже стало абсолютно все ясно. Магнус, ну, как художник, встал не с той ноги, да. Все ждали чистого искусства образеца, а получили грубую подделку. И ясно, что Сергей уже здесь был вне опасности. Скажу честно, если бы эта позиция, вот, например, у меня была бы за черных в какой-нибудь партии, возможно, не в матче на первенстве меры, я бы уже черными на победу поиграл. Но мы же знаем, что Магнус в любой ситуации будет делать еще 100 ходов, еще будет выжимать, и там было какое-то развитие вообще преимущества у белых, хотя бы минимальное, что говорили машины. Нет, здесь ни машины, ни люди уже ничего не могут сделать. Настолько солидная, надежная позиция у черных, особенно того, как были разменены ферзи. Здесь, в принципе, шахматистам следовало бы сразу согласиться, но правила не позволяли, это 21-й ход, поэтому они еще 9 ходов сыграли для парформы. Здесь никаких шахматных комментариев не нужно. Разменяли еще ладьки, ну и, как говорится, дождались ровно того момента. И вот своим 30-м ходом Сергей Корякин предложил ничью. Магнус, в общем-то, сделал вид, что он думает, но на самом деле, понятное дело, что он был готов на ничью изначально. Я полагаю, что у Магнуса действительно не в порядке. Что-то с ним происходит. Потому что, на самом деле, если уж и есть у нас в элите игроки, которые борются всегда, которые исключительно боевиты и заряжены на результат, то это Магнус Карсен. И вот такое удивительное исключение исправил. Ну, с другой стороны, для Корякина, еще раз повторяю, это был в какой-то степени подарок. Я сейчас в подтверждении ваших слов попрошу нам показать цитаты из интернета. В общем, люди уважаемые высказались по поводу этой партии. И вот, например, Найджел Шорт, человек, который когда-то играл за звание чемпиона мира, насколько я понимаю, если не ошибаюсь, да? Да, 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 20-й год назад. Собственно, Шорт сказал, что если бы эта партия была хорошим блюдом в ресторане, мне его принесли, то я бы попросил обратно отправить на кухню это шеф-повар. Вот такая образность у Шорта. Конечно. В принципе, он прав. Но если мы подходим к шахматам как к зрелищу, как к гарантированному зрелищу, то, к сожалению, вот здесь возможны такие промашки. Это просто формат проведения матча на первенство мира. Здесь ни Магнус, ни Сергей не виноваты, потому что они-то все сделали по закону. То есть по закону нам нечего им предъявить. Но вот они борются за результат. У них задача выиграть, а не произвести впечатление на публику. Кстати, публика ведь там в Нью-Йорке платит большие деньги. И последняя партия стоила дороже, чем предыдущие. То есть если обычно платили 75 долларов, насколько я помню, то сейчас зрители за входной билет заплатили 100 долларов. Ну, кстати, эти билеты по решению организаторов, их перенесли на тайбрейк. Собственно, по этим билетам можно вновь попасть, потому что тем самым организаторы якобы извиняются. Давайте еще в одно посмотрим цитату. Евгений Томашевский также выступил. Он сказал, честно говоря, такого не ожидал никто. Возможно, это связано с состоянием здоровья Магнуса или с каким-то психологическим фактором. На мой взгляд, это одна из самых сенсационных партий. Насколько может быть сенсационна такая быстрая ничья в решающей партии матча за звание чемпиона мира? Вы наверняка наблюдали за телевизионной картинкой, за трансляцией, видели поведение Магнуса. Что-то не так вам показалось или все было как обычно? В принципе, все было как обычно, только слишком уж быстро. Вы знаете, он очень быстро принимал решения. И вот примерно минут через 15 я понял, что он, собственно, играет рукой и уже, в принципе, заранее знает, к чему он идет. А Сергей, кстати, тоже уловил этот момент. Он просто и по виду Магнуса, и потому, что происходит на доске, понял, что соперник не собирается на него нападать. Ну, а вариант получился такой, что реально и черными практически невозможно ничего придумать. Они друг друга поняли. Они друг друга поняли, да, рыбак рыбака видит издалека. Сергей, у меня вот вопрос такой немножко от дилетанта. Вот всю на протяжении 12 партий мы видим, что Гроссмейстер записывает каждый ход. Это дань традиции или это некий регламент? Вот здесь интересно пояснение Гроссмейстера. Это регламент. Шахматисты обязаны записывать свои партии. Хотя сейчас, в эпоху, когда есть электронная трансляция, может быть, уже и нет такой прямой необходимости. Но по закону, например, требовать троекратное повторение позиции, ну, соответственно, ничью, они могут только предъявив свою запись судье. Ну, и еще есть такое правило 50 ходов, когда в течение 50 ходов не происходит взятий и не происходит движения пешек, тогда тоже можно требовать ничью. И в этом случае тоже участник должен опираться на собственную запись. Но, в общем, это выглядит действительно как атовизм. Наверное, в будущем Международная шахматная федерация должна как-то уже идти в ногу со временем и менять это обстоятельство. Конечно, вот эти бланки выглядят как уже какой-то раритет из 19 века. Там ведь и спонсор, по-моему, производитель ручек, поэтому, может, как-то с этим связано, да? Ну, может быть, да. Но я не думаю, что это настолько уж прям серьезный стимул оставлять бланки за столом. Итак, дамы и господа, у нас в среду вечером по московскому времени, ну, точнее, со среды на четверг, большая ночь быстрых шахмат Блица. Сейчас будем разбираться в регламенте, потому что, но человеку непосвященному понять, чем отличается Блица от быстрых шахматов, что уж такое Армагеддон, ну, наверное, не так просто. Сергей, на пальцах прошу объяснить весь регламент, потому что бессонная ночь не только у любителей шахмата, вообще у любителей спорта со среды на четверг, ну, гарантированно, и хочется быть готовым к этому. Да, значит, со среды на четверг мы действительно увидим зрелище. Поверьте, что за 30 минут никто не разойдется. Итак, для начала шахматисты играют 4 партии в быстрой шахмате. Что значит «быстрой»? 25 минут получает каждый шахматист на партию и 10 секунд добавления на ход. То есть, если мы суммируем, получается, что минимум час будет продолжаться эта партия. Каждая партия? Да, каждая партия. То есть, примерно 4 часа вот у нас будет быстрой шахмат. Плюс перерывы между партиями. Перерывы примерно 10 минут, насколько я знаю, регламент. Так что, в общем, если мы в 10 вечера по Москве начинаем, то до 2 ночи можно, так сказать, рассчитывать, запастись питанием, едой, питьем. Кофе, шоколад, чтобы думалось лучше. Да, ну, зрители, кстати, тоже должны питаться. Это немаловажная часть действия. Если счет 2-2, потом соперники играют 2 партии в блиц. Ну, блиц такой достаточно мягкий, медленный. Они получают 5 минут, по 5 минут на партию каждый и 3 секунды добавления на ход. Обычно в жизни мы играем более быстрый блиц, но здесь все-таки чемпионат мира и серьезный титул стоит на кону. Поэтому вот играют такой медленный блиц. Две партии. Если счет 1-1 в этих блиц-партиях, то еще 2 партии. И так 5 раз. То есть 5... 5-10 партий. Да, 5 мини-матчей, 5 мини-матчей по 2 партии. Чрезвычайно трудно себе представить, что они смогут все 5 раз сыграть со счетом 1-1, хотя один раз в истории такое бывало. И тогда состоится партия смерти, о которой вот сейчас уже так мечтают все журналисты. Армагеддон, да. Слово-то какое. Да, просто слово возбуждает. Но на самом деле, вы знаете, в этом что-то есть. Потому что такой концентрации нервных переживаний, такой концентрации вот эмоций, как в Армагеддоне, нет вообще в шахматах нигде. Давайте я вам расскажу, что такое Армагеддон. Итак, шахматисты играют блиц-партию, 5 минут получают белые на партию, 4 минуты получают черные. Казалось бы, какая несправедливость. Мало того, что они черные, еще и 4 минуты. Но ничья в их пользу. Если партия заканчивается... А добавляются секунды за ход? Секунды не добавляются до 60-го хода. А потом, после 60-го хода, 3 секунды на ход добавления получается. Я могу объяснить, зачем это сделано. Потому что, когда не было совсем добавления, тогда происходили очень некрасивые сцены, когда люди просто стучали по часам и старались, как мы говорили в советское время, сбить флаг. Вот просто играли грубо на время. Ну, в общем, с точки зрения этики и судейских вопросов, это были очень непростые и конфликтные ситуации. Выглядело все это ужасно некрасиво. Вот поэтому, например, игрок, играющий черным, у него 4 минуты, но ему надо дотянуть до 60-го хода. После чего он уже 3 секунды на ход будет накапливать и, соответственно, не просрочит время. Если буквально коротко, с чем можно сравнить? Футбольные пенальти, хоккейные булиты или это неправильная аналогия? Да вот нет аналогии, потому что здесь одна, единственная партия решает все. Ну, как вот считаете себе, что в футболе там один игрок бьет, а, соответственно, вратарь, если он ловит... Ну, не знаю, вот трудная аналогия, потому что ничья, нет понятия ничьей. Вот в шахматах есть ничья, а там в других видах спорта даже трудно представить себе такое. Ну, хорошо, шахматы должны быть в своей особенности. Вот Армагеддон – это наше все, чего нет ни в каком-нибудь спорте. Никогда такая партия не играла еще в матч за столь высокий титул. И это будет по-настоящему интересным. Да. Сергей, спасибо. Сергей Шипов, Дмитрий Лукашев работали для вас сегодня в этой студии. В ночь со среды на четверг весь мир замрет в ожидании имени... Ну, или нового, а может быть, старого чемпиона. Добавим, что в этот день у Магнуса Карлсона день рождения. Какой подарок приготовит ему Карякин. Посмотрим. Итак, ждем Блица, ждем быстрый шахмат. Все будет очень и очень интересно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...